Добрый вечер в эфире Вести Карачаева Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Рашид Тимрезов отметил, что за последние годы очевиден заметный подъем в экономической, социальной, культурной и духовной сферах Братской Республики. Много усилий направлено на всестороннее развитие детей и молодежи. При этом в Адыгее с уважением и почтением относятся к мудрости и опыту старших поколений. Мурат Кумпилов, безусловно, заслуживает то высокое доверие, которое оказано ему президентом России Владимиром Путиным, парламентом и жителями республики. Мурат Кумпилов, безусловно, вы заслуживаете то высокое доверие, которое вам оказано президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином, парламентом и, конечно же, жителями республики. Наши народы прошли совместно нелегкий исторический путь длиной в 100 лет. И между нами мы строим братские отношения, основанные на дружбе и добрососедстве, что очень дорого для нас. И сегодня мы едины в 8 стремлений сделать нашей республике и нашим общим домом Россию еще сильнее мадущества. Мурат Коробевич, я еще раз поздравляю с выступлением в должность. Уверен, под вашим руководством республика Адыгея ожидает лишь стабильность и развитие. От всей души желаю вам дальнейших успехов в осуществлении намеченных планов на благо жителей республики Адыгея и нашей России. А всем жителям республики хочу пожелать мира, добра и просветания. В Крачево-Черкесии завершились выборы. Они длились в течение трех дней – 9, 10 и 11 сентября. Глава Крачево-Черкесии Рашид Имрезов принял участие в едином дне голосования. Проголосовал за новый состав Думы Черкеска. Он отметил, что участие в голосовании – это возможность поддержать позитивные инициативы, с которыми кандидаты от различных политических партий идут на выборы. В частности, мы видим, как за последние годы динамично развиваются наши города – Черкесск, Карачаевск. Рашид Имрезов выразил уверенность, что новый состав депутатов городских дум, представленных представительных органов других поселений, еще более активно включится в работу по социально-экономическому развитию территории и их благоустройству. Состав своего ЗАГС-собрания в шестой раз на этих выходных обновила и студенческо-туристическая столица нашей республики – город Карачаевск. В свои списки кандидатов на 20 депутатских мандатов городской думы выставили 4 политических партий – «Справедливая Россия», «Единая Россия», «КПРФ» и «Коммунисты России». За волеизъявлением жителей Града вечной юности следил и наш корреспондент Ахмат Халкечев. Возможность реализовать свое гражданское право горожанам обеспечивали 17 избирательных участков, которые открылись ровно в 8 утра первого дня голосования во всех шести населенных пунктах Карачаевского городского округа. Свою работу участковой комиссии, как и по всей стране, на этот раз начали с гимна России, что в свою очередь еще раз подчеркивает важность момента. Ведь без учета мнения каждого сложно будет добиваться реального развития любой территории. Прям к 8 часам у нас уже были избиратели, они прям ждали 8 часов у порога, мы их запускали. Активность у нас хорошая. Ну, к 11 дня у нас где-то процентов, наверное, 10-15 уже проголосовало. Хорошему настроению и высокой гражданской сознательности горожан в этот день в Карачаевске способствовала, можно сказать, и сама природа. Теплая солнечная погода так и зазывала всех в грозе свое мнение на бюллетене для голосования. Каждый, кто пришел исполнить свое гражданское право и долг, предельно четко знает, какая должна быть обновленная городская дума и за что он или она голосует. За что вы проголосовали? За стабильную страну, за стабильную экономику и за будущее наших детей. Это самое главное на сегодняшний день. На каждом участке, помимо наблюдателей от самих политических партий, чистоту избирательного процесса контролируют еще и независимые наблюдатели от Общательной палаты республики. К концу завершающего дня голосования явка составила свыше 71%. Все политические партии прислали своих наблюдателей. Все наблюдатели работой участка очень довольны. Все очень организовано и количество, получается, голосующих тоже очень радует. Вот, как бы, жители неравнодушны, и это хорошо. По итогам воли и изъявления граждан мандатов в городскую думу Карачаевска распределились следующим образом. 13 депутатских мест займут представители Единой России, 3 представители партии Коммунисты России, по 2 мандата УКПРФ и Справедливой России. Ахмат Халкевичев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Серкесия, Карачаевск. Завершилось голосование и в Абазинском районе. На сколько было активно население, что ждут от властей, и какие партии участвуют в выборах, а также какие проценты составил показатель явки избиратель в районе. Об этом расскажет Альбина Ламкова. Голосование в ауле «Эльбурган» провели в обновленной школе после масштабного ремонта. Я хочу поблагодарить и руководство республики, и руководство Российской Федерации, района. Почему? Потому что в этом году у нас произведен капитальный ремонт нашей школы. Всё поменяли, всё обновилось. В выборах депутатов Совета Абазинского района 4-го созыва участвовало три партии – «Единая Россия», «КПРФ» и «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Избирателей в ауле «Эльбурган» – 1300 человек. Интерес к местным выборам есть. Каждый из голосующих надеется, что жизнь станет ещё лучше, а проблемы повседневной вопросу станут легко решаемы. Мы выбираем партии района Совет, и в «Эльбурганское сельское поселение» там проходят до выбора. И с утра у нас избиратели приходят очень активно, активно принимают участие в выборах. Заслуженный тренер Корчаева Черкесии Псабыда Хамуков пришёл проявить свою гражданскую позицию. Работа депутата очень сложная, но вместе с районом я вижу перемены в моей работе, ощущаю помощь. В таком же ритме и настроении шло голосование в соседнем ауле «Нжичкун». «Приходят с утра, голосуют, оставили все свои дела и проявляют свою гражданскую позицию. Народ доволен своими депутатами, теми, кого они выбрали. Они хорошо выполняют свою работу. От новых тоже ждём ещё больше изменений, ещё больше всего лучшего». По результатам выборов депутатов Совета Абадинского района 4-го созыва депутатские мандаты распределились следующим образом. 11 мандатов «Единая Россия», 2 КПРФ и 3 «Справедливая Россия. Патриоты за правду». В итоге показатель явки избирателей за два дня стал достаточно высок – более 72%. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Абадинский район. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры делал DimaTorzok Безвычайная пожароопасность. Черкесские кратковременные дуще гроза, ветер западный – 6,11. Температура ночью – 12,14, а днём – 18,20 градусов тепла. Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка – 30% на всё. Наличные и безналичные расчёты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон – 8-938-030-30-50. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники «Сити». Мы можем вам помочь. Продолжаем выпуск. Общая явка избирателей в Карачао-Черкесии составила около 63%. Такие данные озвучили сегодня на конференции в общественной палате. Всего в голосовании приняли участие около 133 тысяч граждан. Выборы проходили в течение трёх дней. На избирательных участках присутствовали общественные наблюдатели. Со слов экспертов, серьёзных нарушений во время выборов не зафиксировано. Это показатель высокой подготовки избирательной комиссии, а также общественных наблюдателей республики. Завершились выборы в Карачаево-Черкесской республике. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» постоянно поддерживала контакты с общественной палатой республики, штабом по наблюдению, независимыми общественными наблюдателями и электоральными экспертами. Мы получали большой объём информации с избирательных участков. И могу уверенно сказать, что выборы в республике прошли конкурентно, свободно, демократично, без грубых нарушений. Это и неудивительно. Проделана большая работа по подготовке избирательных участков к голосованию. Независимые общественные наблюдатели сыграли свою роль в предотвращении возможных нарушений. Партии и кандидаты проявили большую ответственность. Убеждён, что выборы в Карачаево-Черкесии станут серьёзным стимулом для развития республики, гражданского общества, экономики, социальной сферы. Поздравляю жителей республики с успешно завершившимися выборами. Карачаево-Черкесия в соответствии со всеми руководящими документами. Состав комиссии был подготовлен, действовал чётко. Недостатков ни крупных, ни мелких, в принципе, выявлено не было. Выборы, я считаю, прошли законно, выборы прошли честно. Было видно, что здесь не было разброда и шатания, то есть весь народ находился на месте, каждый занимался своим делом. В общем-то, то, что касается документов, было видно, что всё и подготовительно были разработаны документы. И также вся информация, которая стекалась, она, в общем-то, обрабатывалась, доводилась, доносилась. В Карачаево-Черкесии подведены итоги муниципальных выборов в Черкесске, Карачаевске, Усть-Жигуте и Абазинском районе. По результатам голосования были распределены депутатские мандаты. Как отметила во время брифинга руководитель Республиканской избирательной комиссии Лариса Абазалиева, кампания прошла без нарушений. О чём в ходе выборов и по их окончании не раз сообщали общественные наблюдатели и представители политических объединений на участках для голосования. Наш регион стал вторым в России по количеству партий, участвовавших в нынешней избирательной кампании. Таких в Карачаево-Черкесии набралось 10. По мнению избиркома, это признак открытой конкурентной борьбы и разнополярных мнений людей, желающих трудиться во благо родной республики. В каждом муниципальном образовании победу одержала Единая Россия, которая будет представлена в законодательных органах власти подавляющим числом человек. И здесь итоги выборов выглядят следующим образом. Явка составила 68,12%, за Единую Россию проголосовала 67,46%, что даёт Единой России право претендовать на 23 мандата. За КПРФ 10,01% и у них, соответственно, 3 мандата в городской думе. За Справедливую Россию 8,45% и это также даёт им право на 3 мандата. За ЛДПР 5,67% и, таким образом, в городской думе будет 2 депутата от ЛДПР. И гражданская платформа 5,64% и это тоже 2 мандата. Таким образом, 5 политических партий, как мы понимаем с вами, от крайне правых до крайне левых, весь спектр политический, будет представлен в городской думе города Черкеска. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Елизавета». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!